Здание построено, стеклопакеты в окна вставлены. В подвальном помещении ведется монтаж ИТП, индивидуального теплового пункта, сердца всей отопительной системы. Строительство важнейшего социального объекта в Медвежьих озерах на личном контроле главы Щелковского района. В спортзале Медвежьей озерской школы, как и во всем здании, смонтирована система отопления. Как только его запустят, это произойдется дня на день, начнутся внутренние отделочные работы. На сегодняшний день в школе уже смонтирована кровля, продолжается монтаж внутренних инженерных систем, электроснабжение, вентиляции, дымоудаление. Все в плановом порядке, никаких сложностей нет, отмечает Алексей Валов. Школа на 70% готова к тому, чтобы получить исключение от соответствия. Сейчас монтируется индивидуальный тепловой пункт, в течение 5-6 дней они гарантируют запуск его, после этого пойдет отопление и, соответственно, отделочная работа. А вот работы по созданию пешеходной прогулочной зоны на улице Гагарина в микрорайоне Чкаловский волевым решением пришлось остановить до весны. Общественное пространство должно приносить радость жителям, а благоустройство по зимнему варианту такой гарантии не дает. Самое для нас было неприятное, что согласование проекта с стороны отдельных депутатов, которые работают на Чкаловском, затянуло исполнение работ порядка на полтора месяца. Поэтому в установленные сроки благоустройство не было выполнено. Поэтому переносим на следующий год, к майским праздникам, благоустройство будет закончено. Алексей Валов также провел рабочее совещание в Монине. Проверил исполнение муниципального контракта по программе «Светлый город». Это установка опор и монтаж линий уличного освещения взамен старых, не отвечающих требованиям энергоэффективности. У подрядчика компании «Инвестэнерго» контракт заканчивается 31 декабря, а работы недовыполнены. С одной стороны, есть объективные причины. На нескольких улицах бывшего военного городка ставить новые опоры не позволяют проложенные в земле газовые и электрические сети. По ряду участков продолжается согласование. 237 мы точно закроем, 19 будет известно в понедельник и 25 соответственно тоже. С другой стороны, у главы района большие претензии к подрядчику по качеству уже выполненных работ. Он потребовал обязательно отразить все замечания и возражения в акте при приемке работ и дать свет на улице Монина к Новому году. Контракт заканчивается, в акте выполненных работ будут подписаны, соответственно, скорее всего с замечаниями. Потому что я услышал, что материалы, применяемые при этих работах и, соответственно, оборудование не до конца укомплектовано, чтобы обеспечить безукоризненную работу линий, опор и вообще светильников наружного освещения. Поэтому будем принимать очень строго. Но, во всяком случае, то, что построено, ими должно быть обязательно в этом году, до Нового года. Запущены, значит, не получат ни копейки. Ирина Микеда, Сергей Максимов, телерадиокомпания «Щелково».